Иногда бывает так, что человек не совсем понимает, какой инструмент ему нужен. Например, он заказывает желейку, а потом начинает на ней играть, и оказывается, что ему нужен был шалби или бомбарда, или, например, какой-нибудь раушпфальф. Я сейчас немножко попробую объяснить. Вот, например, я когда-то давно делал желейку с деревянным раструбом. Мне хотелось, чтобы она была похожа на что-то европейское. Вот сейчас я делаю волынку. Такое, что-то вроде дуды будет. Но я хотел, чтобы она была похожа на средневековую. Вот такой дизайн здесь будет, я расскажу. Вот это современная бретонская бомбарда пакистанского производства. Она, если честно, как бы не очень качеством. И вот это уже европейская традиция. Это что-то вроде шалмея. Здесь еще раструб должен быть. То есть, она такая вот. Сейчас я расскажу разницу. Главная разница, это не то, как она выглядит. То, что вот она здесь внешне идет на конус. У этих европейских инструментов, у них канал конусный. То есть, здесь тоненькая. Здесь 4 миллиметра. А здесь он больше 20 на выходе. Это все намного сложнее сделать. Вот такой же лейки. Внутренний канал будет цилиндрический. Он где-то 6 или 8 миллиметров всего лишь. И самое главное, вот это одинарная трость. Здесь она двойная. То же самое на бомбардах, тоже двойная трость. На бомбардах трость, она в оригинале такая, что-то наподобие гобойной. То есть, это как два разных инструмента. Это похоже на кларнет, это на гобой. Вот если бы они были одинаковой длины, то вот такой инструмент звучал бы на октаву ниже. На целую октаву при одинаковой длине. Это свойство одинарной трости. Двойная трость при цилиндрическом канале звучит очень тихо. Есть волынки. Вот хумельхен, например. Там тоненький этот канал. И двойная трость. Они такие очень тихие, такие жужжащие, такие. Ну, смешной такой звук. Вот для того, чтобы двойная трость звучала громко, делают именно конусный канал. Вот именно в этом секрет. Для одинарной трости конусный канал не нужен. В принципе, для того, чтобы звук нормально шел, достаточно небольшого расширения. Вот для чего делают эти рога, вот там какие-то раструбы. Вот можно сделать вот такой деревянный раструб. Он, то есть, конус, конечно, небольшой, но разница чувствуется. Просто в этом случае он дает большую ясность звука, большую громкость. Здесь на инструментах с двойной тростью этот конус, это расширение, оно имеет большее значение. То есть, там принципиально другой звук получается. Ну, вот как звучит моя жалейка с таким раструбом. В принципе, то же самое можно сыграть в мешке с бурдоном. Здесь звук совсем другой получается. Ну, здесь, может быть, дерево не совсем подходящее. Она такая, она немножко глуховатая. Вот сейчас я эту же трость вставлю в эту бомбарду. Она сюда по строю не подходит. Просто можно услышать. Вот здесь разной трости нет. Она вот так вот продавалась на ebay задешево, без трости. И вот, по сути, это бесполезная штука оказалась. Но можно послушать просто сам тембр. Здесь он довольно громкий и звонкий такой. Вот примерно так может звучать шалмей или rough five. То есть, это совсем разная эстетика звука. А если сделать вот жалейку с обычным цилиндрическим каналом и вот здесь сделать внешний конус, есть небольшая проблема. Потому что стенки будут слишком толстые. Вот здесь раструб можно сделать. Вот такой или вот примерно такого типа. Но можно сделать что-то похожее на вот это. но здесь нужно сделать немножко больше раструб шипошире. А здесь оставить вот такую толщину. Ну, хотя большовато, но ничего пойдет. И вот здесь вот именно в тех местах, где идут уже игровые отверстия, они должны быть тоньше. Слишком большие стенки не очень хорошо. Во-первых, они и на звуке отражаются. Он слишком тусклый получается. И во-вторых, они будут давать какую-то погрешность в строя. Потому что вот здесь создается некоторый внутренний объем воздуха. И вот, например, я настраиваю звук вот без игровых отверстий. Я начинаю его сверлить. И чем больше я сверлю, тем ниже становится изначальный звук. Я сначала не понимал, в чем суть. Потом я понял, что это вот именно из-за того, что вот этот объем за счет этих толстых стенок, мы их закрываем. Мы же закрываем их только снаружи. Вот этот объем сохраняется. Таким образом, такой некоторый разбег получается. И таким образом, если хочется вот жалейку именно с вот таким дизайном вот наподобие вот этого, можно сделать вот что-то среднее. Немножко более широкий раструб и небольшой конус. Вот на выходе будет так, а здесь можно сделать меньше. Здесь можно сделать совсем тоненькое и плавное расширение сделать. Вот примерно так.